Ребята, всем привет! У меня очередная посылочка и, судя по трек-номеру, это кабель. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, так ли это на самом деле. Что-то я мало как-то обрезал. Кабель должен быть в упаковочке. Кабель от фирмы ROG. Кто еще не знает, ROG это начинающая фирма в Китае, которая сейчас стремительно завоевывает рынок. Она делает интересные аксессуары, например, пауэрбанки, наушники, умные кабеля, чехлы для айфонов, пятых, шестых, в основном шестые сейчас пользуются популярностью, и 6S. В общем, компания нацелена на то, чтобы делать качественную продукцию за невысокую цену. Так что запомните, бренд ROG очень скоро он покорит умы многих людей, я так думаю, если они не будут сбавлять обороты и будут делать свою продукцию достаточно качественной. И этот бренд, может быть, даже станет чем-то подобным Xiaomi. Ну что ж, давайте раскроем упаковку и посмотрим. Сразу про упаковочку скажу. Здесь у нас все чики-чики, здесь у нас все официально. Здесь у нас голограммочка, QR-код, штрих-код, все дела, в общем, все сделано чики-чики. Надписи у нас здесь на английском и дальше идут на китайском. То есть рассчитано не только на китайский рынок, но и на англоговорящую аудиторию. Упаковочка очень приятная на ощупь, очень классный дизайн. Картон очень прочный. Давайте вскроем. Обзор отдельный я вряд ли буду снимать на этот кабель, потому что, в принципе, тут рассказывать особо нечего. Кабель как кабель, он обладает двумя, ну так называемые, умные режимы. Здесь у нас одна часть идет на китайском, другая часть идет на английском. Это гарантийный талон, который, скорее всего, можно использовать, если вы находитесь в Китае, в любом городе, в любой точке Китая, можно свободно использовать этот гарантийный талон. Но мне он, конечно же, не нужен. И теперь непосредственно сам кабель. Так, ну, эта штука у нас из прочного пластика. Здесь у нас на ней есть, попробуйте разглядеть, здесь находится серийный номер, то есть это говорит уже конкретно о серьезности компании. Так, здесь у нас такой силиконовый прикольный держатель этого кабеля. Мы его убираем, и кабель у нас разматывается. Кабель на целый метр. И видим, что здесь он, видите, как бы его здесь перегнули, это с завода. Он не боится таких сильных перегибов, вплоть до того, что вот так вот его можно перегнуть. Это особенность данного кабеля, он очень эластичный, он очень толстый, обратите внимание. Вот эта часть у него тоже очень прочная и удобная для того, чтобы взять рукой. То есть она не короткая, она как раз под руку. Также эта часть у нас является достаточно удобной для того, чтобы ее брать. Итак, здесь у нас находится светодиодный индикатор. Сейчас я подключу к пауэрбанку телефон, и вы увидите, как он загорится. Цвета этих кабелей есть совершенно разные, там серые, розовые. Светодиодный индикатор будет показывать, что зарядка закончена, и кабель будет автоматически отключать устройство от зарядки. Да, даже если у вас есть зарядное устройство, которое автоматически отключается после того, как вы зарядили, дополнительная защита не помешает. Всякое бывает, техника дает сбой, и именно этот кабель поможет отключить ваше устройство после зарядки и больше никогда не включать. Пока вы снова его не высунете и не всунете. Давайте всунем, красиво смотрится, очень четко все вошло, никаких претензий. Теперь давайте в пауэрбанк засунем. Видим, что телефон начал заряжаться, и у нас загорелся здесь зеленый светодиодный индикатор. Он будет моргать по мере того, как у нас идет процесс зарядки. После того, как зарядка закончится, насколько я знаю, индикатор будет гореть постоянно, и, как я уже говорил, провод сам отключит устройство от зарядки. Ну что ж, я протестировал умный кабель, и он работает в нескольких режимах. Первый режим – это когда идет зарядка, светодиод начинает моргать, и он так плавно вспыхивает. Это очень приятное зрелище, и вы всегда сможете увидеть, что ваш девайс еще находится на зарядке. Второй режим – это когда девайс почти заряжен, светодиод начинает гореть постоянно, и когда девайс сам отключается от зарядки, светодиод тоже горит постоянно. Но как только девайс отключится от зарядки, кабель следит за этим, и спустя где-то примерно полчаса отключает устройство самостоятельно. То есть кабель однозначно отключит ваше устройство спустя полчаса после того, как оно будет заряжено. Даже если контроллер в вашем устройстве не будет отключать аккумулятор от зарядного устройства. То есть вот такая вот умная штука, умный кабель. Если нужен, заказывайте себе, покупайте. Я купил его на распродаже, когда были большие скидки 11.11 на Алиэкспрессе, потому что хочется попробовать что-то новенькое. У меня еще идет этой компанией ROG 2 пауэрбанка, и еще там некоторая техника от этой компании. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, будет очень интересно. Пауэрбанки обещают быть очень крутыми, но надеюсь, что это так. Ссылочку на покупку этого кабеля я положу в описании к видео. Если вдруг товара не будет в наличии, еще парочку дополнительных ссылок я положу в описании к этому видео. Общие впечатления от кабеля, конечно, позитивные. Поверьте, ребята, если это какая-то ерунда, то я либо не снимаю обзор, либо говорю, как оно есть, что в этом и в этом и в этом есть косяки. Но вот здесь действительно не придерешься, кабель отличный, так что рекомендую. На этом у меня все. Ставим палец вверх, если это видео вам понравилось или было полезным, и подписываемся на канал. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok